всем привет с вами георгий мария короленко компания ferrarium plants и сегодня у нас ролик на злобу дня мы будем проходить с вами стрижку террариума для этого мы специально взяли наш домашний террариум привели его в некое непотребное состояние тут все очень и очень и очень дороже и сейчас мы будем его не только с вами стричь но смотри чем моют стекла как удобрять и чем одобрять расскажу что ты делаешь первым делом отрезаем всякие длинные свисающие части растений в частности маргравию нас тут очень сильно разрослись прямо их срезаем все что не при мне не соприкасается со стенкой но уже никуда не прирастет и будет в виде такой сопли болтаться поэтому это все подлежит обрезке вы должны понимать что растение начальной стадии развития террариума стремятся заполнить снизу вверх то есть не растут отсюда досюда и когда они дорастают досюда они начинают занимать верхнюю площадь если вы не получите 3 что будет создаваться такая штука что вверху у вас густо а внизу у вас пусто селегинал он цена там сюда заползла я тоже выдергиваем ну в общем то все лианы стригутся примерно так то есть вы берете обрезаете по междуузлию и убираете лишнюю часть там либо укореняйте неважно что вы с ним будете делать оставляйте то количество растений которые визуально вы считаете необходимы есть пифитный папоротник давали репинс она очень тяжело укореняется но если укоренилась то уже хорошо растет такая малярочка ну и в общем чем реже вы стрижете террариум тем больше вам придется в дальнейшем делать работы и самое главное что растения не растут все с разной скоростью они могут зарастать одно на другое и соответственно те растения которые находятся нижним слоем они начинают недополучать вентиляции света питания и начинают вот это у себя хуже чувствовать да хороший кустик поэтому соответственно не начинают угнетаться вот у нас здесь орхидеи тела полностью закрыты тут уже рафидафора ни к чему не прикрепленная ведь что здесь происходит наверху который мы регулярно здесь устремляем поэтому надо понимать что террариум на протяжении всей своей жизни будет преображаться но то есть у нас есть первоначальная задумка мы потом какое-то время ее поддерживаем чаще всего потом все это зарастает сильнее и в какой-то момент все это не поддается контроль человека приходится либо полностью вынимать растение частично вернее даже не полностью делать какую глобальную прополку заново засаживать ну либо посмиряться с тем что у вас будет меняться картинка и позволить природе брать верх надеемся что это вам поможет не не бояться как вы видите в принципе берешь и стрижешь точно так же как и сажать корни вниз обязательно при стрижке удалять но не при стрижке про уходе за флорариум удалять старые листья не забывайте что растение стареют дают молодые листья и соответственно старые листья потом появляются они могут быть желтые темные ничего такого в этом нет нормальный биологический процесс не надо паниковать тут кстати какой-то тропический кукушкин лен очень интересно здесь выдергивание кстати такие ризоиды жесткие цепляется очень сильно за ним обязательно освобождайте место сверху чтобы растение сверху не притеняли тех кто живет ниже чтобы все получали нормальное количество света орхидеи вот у нас тоже заросла маргравий я тоже надо освобождать потому что корни гниют вот видно под маргравий гнилые корни пожалуйста слишком большая влажность мох вырос на старом листении оригели у ниригелий тоже стареют нижние листья их периодически надо удалять вот здесь вот к примеру есть отсветшие растения видите вот к примеру у них как видите в цветке место цветка организовалась уже заросли мха это тоже в принципе нормальное явление не надо этого бояться но не нравится убрали как вы видите у нас здесь ниригелий ниригелий сбросили цвет это происходит из-за того что не хватает освещения мы достаточно низко посадили ну и плюс здесь часто проходят с азотистыми удобрениями не получается не попадать на растения ну и вот так вот наслаждайтесь включайте себе там музыку которую любите киша к примеру знаете же кто что короче на это вот эпифитная бегония которая ведь у нее уже листья начали подгнивать именно из-за того что так заросла масса растений что ей просто не хватает вентиляции иногда бывает такое что запускаешь стрижку и после стрижки террариум кому-то лысый это очень часто бывает когда клиенты допустим не находятся на обслуживании и самостоятельно ухаживают и нет еще достаточного пласта знаний допустим человек первый раз завел террариум нет нигде информации он такой радуется у нас все растет 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 а потом приходит какой-то момент когда ты понимаешь что надо убирать растения ты уже их не просто можешь убрать то есть ты убираешь а там под ним пустыни надо ждать пока не вырастут снова ну и плюс еще зависит от вашего восприятия то есть допустим кто-то стрижет сильно кто-то стрижет всегда по чуть-чуть и аккуратно кому-то нравится заросшие кому-то нет то есть это нет здесь какого-то четкого правила здесь надо ориентироваться на ваш вкус это кстати не бульбоза это гибридная бульбоза она у нас с измольства растет у ее из таиланда привезли она уже много-много раз здесь делилась когда-то здесь еще была лавила ацея которые цвела и прорастала из деток но давали ее убила потому что со временем хотя может и не буду возвращать вообще уже планируем переделывать этот террариум потому что хотим больший объем поставить здесь у нас живут леечки и геккончики они дразнят нашу кошку на каждую ночь здесь пытается устроить охоту пока гекконы выигрывают видите как плотно мороза одни слой вроде бы красиво на самом деле там я бульба филлум я даже вижу его части все равно придется снимать у волейка вылезла возмущенная наше вмешательство красавица сейчас укус угу угу убери ригели вот так вот обрезаем оставляем кусочек этого стола на вот если что можно будет потом воткнуть куда-нибудь например вот так в пену вот она будет держаться ну и приживаются они так лучше то есть старайтесь все так чтобы у него было не меньше пяти листов и разрезайте прям по серединке и не всегда что что растение от свечи обозначает что она больше не даст деток часто бывает что ты думаю что он уже как поджилой свое оставляешь хороших условиях она дает еще почку вот скорее все сюда с деток посадим здесь видите засилье это она не детка висит маленькой еще она можно вместе с ней удалить ну там мать точно не вдохнет можно вот эту сюда прямо дать а ну давай тогда те уберем а то уже стекло закроют неудобно ну вот это вот к примеру уже скорее всего отработавший экземпляр вот ну да она пока не сгнила мы ее трогать не будем но вы видите что потихонечку начинает сбрасывать листья и обычно розетка просто усыхает и потом сгнивает чтобы восстановить цвет разным сортам иеригелий и видам требуется по-разному иногда бывает что можно у одного и того же растения вернуть окраску если она не совсем испорчена но чаще всего нормальный вид внешний приобретает только дети уже то есть допустим вот это явно растение которое в лучшем случае получится окрасить но листья она уже явно не укоротит хотя стандарт у нее там 15 сантиметров то есть уже если сажать нормальные условия привести в порядок можно будет только детку уже снизу теперь да значит снизу ну снизу у нас бардак полный здесь у нас санирила эспегрин эпифитная вот она и она еще вот здесь и здесь у нас живет санирила эмакулата вот с ними как вы видите они уже огромного размера ну в общем просто там даже не снимешь там темно просто обрезаете по стеблю и вместе по междоузлю и активируются боковые почки и начинает расти боковое растение есть момент что каждый после каждого среза каждый боковой побег становится все более тонким это значит что где-то на второй на третий раз желательно укоренять макушку уже ну слабые вот эти веточки оставляйте просто как дополнительные сейчас нам конечно придется срезать почти все но мы посадим макушечки обратно вот еще санирила эспегрин который там гошен рукой видите какая характерная форма листа у нее вытянутая это значит что это растение живет в природе скорее всего на камнях ну обычно так выглядят литофитные бегонии литофитные всякие травы вот это мутка видите получается такой лысый как бы лысый совсем голый но мы сейчас попробуем развернуть красоту именно поэтому такие растения надо стричь регулярно чтобы вот не было дырок не было вот здесь вот голых мест но так как у нас здесь достаточно высокой емкости мы рассчитывали изначально что у нас наверху будет яркое освещение внизу будет подлесок назовем это так то в общем нас в принципе это устраивает кстати еще по поводу это санирила она в темноте как некоторые бегонии приобретают ее крапинки становятся красными то есть если у вас высокие емкости вы можете сделать ваш террариум более ярким на счет использования растений растущих на свету более светолюбивых и растений растущих в темноте ну собственно теперь удаляется всякая гадость здесь у нас нет пучей покровки у нас когда-то здесь был мох он теперь сместился к краю потому что его затеняются нирилы в таких случаях когда лягушатники где у нас нет пучей покровки мы чаще всего используем ну либо дубовые либо мы листья магнолия это для того чтобы лучше разводились микроорганизмы с одной стороны всякий колеем было мокриться и с другой стороны чтобы лягушки не пачкались ну теперь работаем нагребателем опавших листьев видите он там стакан это все еще та же система которую мы пользуемся для кормления животных для ленивых раньше где-то год или полтора назад мы снимали ролик про этот террариум и рассказывали подробно я на всякий случай еще раз повторюсь видите там шерсть это обычный стакан для кормления мы первый раз пробовали на этом террариуме эту схему поэтому сделали здесь специальное место ну скажем видите не очень хорошо смотрится потому что его видно сейчас мы уже продумываем такие места заранее и прячем стаканы так чтобы было не видно но смысл в том что здесь начинает выводиться муха личинки есть и соответственно муха она сама в какое-то час какое-то время начинает вылупляться до лягушки в общем-то и личинки едят и они привыкают они прям сидят на этом стакане и просят есть и можно спокойно уезжать на какой-то промежуток времени ну если мы уезжаем надолго что бывает крайне редко то мы кладем второй стакан на дно вот и периодически этот стакан меняется чтобы здесь происходил беспрерывный цикл вылупления личинок и витамины конечно засыпаются отдельно муха тоже засыпается но это хороший вариант для тех кто не может постоянно присутствовать рядом со своим террариумом или как мы сапожник без сапог вот кстати обратите внимание здесь тянутся лианы цисуса в основном из-за того что здесь не хватает света он внизу голый тоже периодически люди спрашивают что случилось ну проблема только в том что не хватает освещения и из-за этого растения поднимается наверх и дают листи сверху а внизу оставляют голый стебель решили досадить эту синерилу потому что она явно лучше себя чувствует в висящем состоянии ну просто уберете срез и сажать еще в данном случае мы вам хоккорим и она возьмется еще один членок только что он где-то был все думаем куда пришло время засаживать наш выкорчеванный лес санирил вот такие прямые ножницы маст хэв очень редко бывают нужны ножницы с гнутым носиком такие под углом вообще вы не будете в терроромистике ну очень редко и для личного удовлетворения пользоваться ножницами волна еще бывают такие ножницы с пружинкой они тоже в терроромистике практически не нужны но ими приятно работать то есть вам обычно понадобятся только пинцеты разной длины и толщины мы чаще всего пользуемся медицинскими пинцетами и для какой-то филигранной работы у нас есть 40 сантиметровые с узкими концами и ножницы с длинными ручками но на самом деле если вас их нету вам в фоне подойдут обычные канцелярские вы вполне себе можете ими стричь не надо заморачиваться хотя можно доставить себе удовольствие в этом процессе используя ну скажем так реквизит вот в общем втыкаем вот так вот санерилы сейчас кажется что это ужасно и они даже несколько дней действительно будут не очень хорошо выглядеть но через недельку они уже начнут давать новые листья цветы еще надо оборвать хотя вот у этого вида можно не обрывать они не умрут от этого и через месяц здесь уже снова можно будет их смело обстригать такие дела видите здесь еще мох хорошо разросся его тоже хорошо надо стричь но мы чаще продергиваем то есть просто убираем лишнюю массу и распределяем оставшийся мох по площади время удобрять террариум время удобрять террариум чаще всего мы используем схему либо чисто минеральные либо отдельно органы минеральные либо чередуем то и то но если говорить о том как мы с Гошей используем то мы используемся по очереди органы минеральные тире минеральные неделя то неделя то либо мы сейчас добавляем в бак для опрыскивания удобрения вот это мы используем его ну собственно мы разводим его из расчета 2-2 миллилитра на 1 литр воды наканчивая помповый впрыскиватель и наслаждаемся поливом на этот террариум уйдет около двух литров раствора что все хорошенько пролилось пропиталась почва и стенка на это раз в неделю ребята не делать вручную чтобы все активно росло и выглядело нормально кто говорит что это опасно для лягушек он пожалуйста лягушки вот мы их опрыскиваем у нас живут уже тут сколько лет 5 прекрасно плодятся вот у них все хорошо в общем-то поливать по животным можно крабом не опасно лягушкам не опасно гекконом не опасно потому что настолько низкие концентрации конечно если вы наверное вы видите на лягушку литр это удобрение это будет не очень хорошо но я вам скажу что они тоже не совсем дураки они обычно уползают если ты начинаешь что-то делать в террариуме вот так вот все хорошенько проливаешь ну собственно вот мы удобрили с вами террариум и теперь момент который волнует тоже очень большое количество людей как вытирать стенки террариума это наверное самое сложное что можно сделать берете салфетку микрофибру газету какие-то другие варианты скребок для стекол для окон и вперед мы предпочитаем салфетки но в общем у нас это происходит так мы используем мистер мускул зеленый сейчас вы увидите обычно мы брызгаем сначала на стеночки или на салфетку и протираем есть другие наверное безопасные средства но мы вот в основном пользуемся и от него точно никто не двигает кони и животные себя чувствуют прекрасно непосредственно животных конечно брызгать мистер мускул не надо это все-таки нашатырный спирт с какими-то там отдушками поэтому лягушкам может вызвать ожог поэтому берем просто на салфетку и так брызгаем и протираем стекло 3 3 лучше я вижу пятнышко не оправдывайся собственно дальше вот так вот развлекаемся особенно если у нас есть фельдзумы они как известно славится любовью какать на свежевым это и стекла это мне кажется вызов для каждой фельдзумы ура у нас стриженный чистый террариум даже почти прилично выглядящий после экзекуции которые с ним происходили ну что ж мы надеемся что вам стало менее страшно стричь ваши террариумы и вы сейчас возьмете ножницы наконец-то покорите эту вершину если у вас остались какие-то вопросы то пишите в комментариях мы обязательно вам подскажем мы пошли прятать нашу срезку пока и не стало дурно всем пока до новых встреч